друзья всем доброго времени суток с вами канал саша оксана usa и сша в этом коротком видео я покажу вам как спят люди в грузовых венах так называемых вен карго у меня ford транзит карго 350 высокая крыша длинная база и я вам сейчас покажу как я сплю сплю я также как спят все в основном водителя водители как правильно говорить в грузовых венах нехитро все по нехитрому нехитрые приспособления как вы уже все поняли я нахожусь внутри своего грузового отсека чтобы вы поняли и приспособил себе путем совсем несложные манипуляции то что я посмотрел на форумах видеоблогах в разных видео ребят которые катаются на таких же грузовых венах напоминаю ford транзит карго 350 высокая крыша длинная база вот так он у меня оборудован здесь это я показывал вам у меня стоит преобразователь напряжения так называемый инвертор который преобразует 112 вольт 110 120 вольт на выходе смотрите мои предыдущие видео вот так выглядит мой вен и вот здесь подъемник который я не могу продать уже за 500 долларов он стоит вообще-то 1865 долларов новый это тот же состояние новое у него он почти не пользованный выставили уже за 500 долларов никто не хочет брать он вот так раскладывается вот так стоит вертикальный потом у так раскладывается он стоял вертикально я его уже демонтировал убрал закрепил тут как мог стропами и ждем когда он продастся если вообще продастся здесь у меня стропы различные это я прихватил друзья не обращайте внимание он будет не так я ищу для него свое место в каком месте мне будет удобно в том месте я его оставлю скорее всего закреплю чтобы он у меня был закреплен это я пока прихватил чтобы он у меня не летал по салону и самое главное друзья вот я посмотрел как люди спят спят люди очень просто такой забрал матрасик у своей крестинки точнее сказать она мне его выделила она сказала пап что ты будешь покупать новые у меня есть такой же совсем новый я на нем один раз когда-то поспала с тех пор он у меня уже года два или три наверно лежит не пользованный такой матрас недорогой он дешевый что-то в районе по моему 20 долларов если не ошибаюсь так мы его раскладываем получается такое спальное место друзья сейчас попробую отойти показать вам вот такое спальное место значит рассказываю дальше что сделаю куплю скорее всего может быть может быть еще не знаю будем пробовать надо пробовать спальный мешок именно такой как бы туристический спальный мешок и вот дмитрий блогер который из нью-йорка он катался и катается на таком же вене сейчас переехал в шарлотт северная каролина другой блогер тоже виктор пропагандирует говорят что очень неплохо спальный мешок туристический накачали матрасик теперь можно знаем откуда накачивать вот здесь у меня напряжение нужное накачали спальный мешок и в спальный мешок залезли говорят тепло хорошо вплоть до того что люди раздеваются до трусов потому что так тепло многие говорят я не залажу спальный мешок я просто делал накрываюсь одеяльцем возят небольшой одеяльце с собой и накрываются посмотрим будем проверять разные штаты разные климатические условия одно одно дело ночевать в северной дакоте в монтане другое дело где-нибудь в юте в аризоне во флориде будем еще устанавливать сюда где-то в этом районе будем устанавливать не загадывая печку печку скорее всего люди тоже ставят печи которые работают на автономные печи чтоб не заводить машину чтоб машина у вас не работала чтоб ее не заводить будем устанавливать автономную маленькую дизельную печку которая греет воздух поспали сейчас еще секунду друзья так вот закрывается чуть-чуть с небольшим друзья как бы впритык вот она притык как раз прям 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 впритык значит что поспали утром вам вставать открываем чтоб тут нам не мучиться не мешаться поднимаем многие люди вот так вот как бы возят многие это уже от характера зависит многие сдувают многие не сдувают многие так многие я наверное буду вот так друзья хорошая крыша хайруф благо позволяет скорее всего как-то так он у меня будет выглядеть во время днем когда я не сплю во время работы места много предостаточно длинная база ну здесь вот просто такую взять стропу маленькую и вот так как-то его прихватить чтоб он просто не не падал не шатался все на этом заканчиваю видео пишите комментарии если есть какие-то доработки какие-то мысли то что я не знаю всегда буду рад советам все всем пока друзья все